На Тернопольщине В селе Рахманев люди живут добрые, трудолюбивые и богобоязненные. В далеком 1730 году их верующие предки построили православный храм Святой Троицы. Много поколений прихожане церкви Святая Троица жили мирно и благочинно, как и подобает христианам. Покой был до тех пор, пока в дружную православную общину не вползла политика. Политические эмоции овладели прихожанами и произошел раскол общины. Раскол – это когда рушится целое. В 2004 году община, которой больше 270 лет, раскололась на Украинскую православную церковь и Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Здание церкви Святой Троицы стало яблоком раздора между вчерашними братьями и сестрами. Но главный раскол произошел в людских душах. И исчезла из сердца людей любовь к ближнему. И брат перестал разговаривать с братом. Кум грозит кулаком куму. Село раскололось на наших и не наших. Кто же внес Росбрат в мирно существовавшую общину? Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему, Иисусу Христу, сказано в Библии. Запомните этого человека. Это олигарх местного значения, депутат райсовета, член партии Конгресс украинских националистов Петро Волос. Он был инициатором раскола общины Церкви Святой Троицы и создания новой общины с националистическим окрасом. После раскола доверчивые прихожане начали жить не по законам Божьим, а по понятиям Петра Волоса. Поэтому в некогда дружном селе Рахманев появилась межрелигиозная и межнациональная вражда. Это еще один персонаж раскола, подручный олигарх Петра, он же священник Киевского патриархата. С одной стороны, священник должен молиться, как и за своих парафиан, должен молиться и за своих врагов. Народ о подобных священниках говорит, каков поп, таков и приход. Настоятель Церкви Святой Троицы, отец Олег Серко, делал все возможное, чтобы между односельчанами не возникло противостояния. Прихожан он призывал к смирению и молитве. Спор между односельчанами отец Олег отдал в Божьи руки, а так как вся власть на земле от Бога, то и в руки правосудия. Чтобы добиться истины, батюшка дошел до высшего административного суда Украины. Доводы религиозной общины УПЦ села Рахманев относительно правомерности единоличного пользования культовым зданием на основании решения Исполнительного комитета Тернопольским областным советом народных депутатов номер 301 от 26 декабря 1991 года являются обоснованными. Если они зайдут в церковь, то мы их по-единому будем принимать. Две минуты. В эти церкви никогда не будете. Все. Вы были и не будете? Вы. А местный олигарх Петро вместе с районной властью решили, что постановление высшего суда Украины – это байка. Районная державная администрация требует негайно прекратить использование храмом Святой Тридцей. Одночасно попереджаем про ответственность за невыконание решений органов державной власти. Выполнять решения суда они не желают, поэтому нацепили на церковь замок и опечатали дверь. Украинская пословица на этот счет говорит – сам не гам и другому не дам. Почему местная и областная власти заняли позицию не желающих выполнять закон? А милиция всегда защищает вход на территорию храма от прихожан Украинской Православной Церкви. Может потому, что этого требует чья-то политическая воля? Тяжело ответить на эти вопросы, но действия местной власти и правоохранительных органов похожи на провокацию. И как результат деятельности местных государственных чиновников, в великий христианский праздник Святой Троицы, под стенами храма Святая Троица, случилось физическое противостояние. Милиция силой прогнала людей с территории храма. Краснодарской Федерации Серегу отбивали, Серегу отбивали. Снимай, снимай, снимай. Снимай! Снимай, снимай! Снимай, снимай, снимай! Снимай! На, десна выходь! На, десна! Рятуйте! 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 Ну-ка, давай, колбаску! После этих событий прокуратура арестовала троих верующих Украинской Православной Церкви. Арестовывали людей в больнице, куда потерпевшие пришли снимать побои. Их обвиняют в избиении милиции. Неужели в Украину вернулся 1937 год? Яблоко от яблони далеко не падает. Поступки родителей отражаются на поступках детей. Противостояние взрослых повлияло и на отношения между рахманевскими детьми. Верующие дети Украинской Православной Церкви стали изгоями в школе. Я же из самого народа знаю, что церква есть одна на земле. Единая соборная и апостольская. Так мы научили моих дядей и прадедей. Мы родились православными христианами. Дайте мне сказать, если не имеете слуха. Кто уничтожает религиозную самобытность украинского народа? Районный депутат Волос? А может те, кто творят законы и навязывают народу политическую волю? Отверженные по религиозному признаку. Что это? Недоразумение в селе рахманев или тенденция для всей страны? Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 25.